За 25 лет работы военно-патриотического клуба «Застава» было найдено и захоронено 2202 бойца, которых участники отряда обнаружили в ходе проведения поисковых мероприятий на местах, где во времена Великой Отечественной войны шли боевые действия. География широкая. Московская, Новгородская, Смоленская, Ленинградская области, Краснодарский край, почти вся Россия. Один наш современный классик сказал, что есть два вида патриотизма – громкий и тихий. И, конечно, очень важно и нужно знать историю государства российского, чтить ее, знать наш гимн, гордиться своей Родиной. Но гораздо более важнее и важным является военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Это та работа, которую как раз проводит военно-патриотический клуб «Застава». И, конечно, к глубочайшему уважению заслуживает поисковая работа. В честь празднования круглой даты военно-патриотического клуба председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко вручил руководителю «Заставы» медаль, выпущенную в честь 90-летия Ленинского района. Юбилейная медаль «90 лет» Ленинскому муниципальному району вручается Ивлеву Владимиру Анатольевичу, руководителю военно-патриотического клуба «Застава». С клубом «Застава» Владимир Ивлев со времен образования. Тогда нынешнему руководителю было всего 15. Это были времена, как сейчас говорят, перестройки. Никто почти не занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Поэтому, узнав о такой организации, долго не раздумывая, Владимир вошел в ее ряды. На тот момент, это были как раз-таки середина 90-х, и все-таки, наверное, детям, подросткам, такие, как я, наверное, не хватало чего-то такого, трайва, наверное, еще что-то. И вот тут вот, на фоне всяческих нехороших, скажем так, молодежных группировок появилась вот такая альтернатива – военно-патриотический клуб. Когда мы увидели объявление, мы, естественно, заинтересовались, пришли. И вот 25 лет прошло, и я стою уже как руководитель. Сегодня в клубе порядка 40 участников в возрасте от 14 до 18 лет. Одно из направлений деятельности – допризывная военно-прикладная подготовка для тех, кто и дальше хочет служить отчизне. Но в заставу идут не только ребята. Здесь немало девушек. Например, Полина Кобякова, которая в клубе уже год. Мне очень нравится, что он нас сближает, и мы очень хорошо дружим со всеми ребятами. Очень много интересных моментов происходит, очень много мероприятий. Ну, и просто здесь очень интересно на самом деле. Планов руководства и участников клуба «Застава» много. Продолжать проводить поисковые работы, организовывать военно-патриотические мероприятия и ждать следующего, 50-летнего юбилея. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно ТВ.